«Эта бабочка станет калибри», – знающая ответила она, – «как калибри бражника». Что с того, что она объединила бабочку бражника и птичку калибри в один вид? Однако одна и та, и другая ведут себя очень похоже, одинаково, зависая над цветком, в который опускают свой хоботок или тонкий длинный клюв, как птичка. Ассоциативность мышления этой крошечной девочки была забавной, но естественной. Пока компания попиловала пиво, мы с Халиб, подругой Горда, снарядились для подводного плавания, разделив гидрокостюм. Халибр вниз, мне вверх. Наша задача – охота на крупных моллюсков, оболоны, которые сидят, присосавшись на подводных скалах. Поэтому нужно было действовать специальным большим ножом, отделив моллюска от скалы, поместить ее в специальную сетку. Проплавав, пронарев около часа, я собрал полдюжины крупных раковин. Здесь, на юге, вода была потеплее, но достаточно прохладная, около плюс 20 градусов. Неудивительно, что когда выбравшись на пляж, Пол Дебах встретил меня с большой бутылкой мексиканской водки, называемым гусана, или червяк, потому что водку делают из опунции, а гусениц, живущих в кактусе, кладут в бутылки для крепости, для верности. С Джоном мы занялись приготовлением моллюсков, запекая их в раковинах на углях. И под пиво они пошли на ура. Завершу эту историю анекдотом, рассказом особым. Через несколько дней на Всемирном энтомологическом конгрессе в Японии, в Киото, где собрались многие энтомологи и хальцидологи, Пол Дебах, встретив нашего коллегу Валентину Адамовну Яснаш, специалисту по наездникам, а феллинидам, перепончатым крылом насекомым, мою коллегу из Тбилиси, поинтересовался, не здесь ли доктор Суганяев. Огорчившись моим отсутствием, он сказал, It's pity, это жаль, очень жаль. Доктор Суганяев dies very good, что означает. Доктор Суганяев ныряет очень хорошо. Рассказывая об этом, Валентина Адамовна немало удивлялась, а при чем здесь ныряет? Пришлось ей рассказать об охоте на моллюсков Абалоне. Сам Пол Дебах отлично нырял. И тогда же он подарил мне самую большую раковину моллюска Абалоне из своей коллекции. Ее перламутр переливал то темным, то синим блеском. С тех пор, мерцая подобно звездам в ночном небе, эта раковина постоянно украшает мой письменный стол. Однако уезжая, мне пришлось оставить раковины в отеле из-за их веса. Какое же было у меня удивление, когда я потом получил посылку из США, а в раковине, а в ней были эти, как раз мои раковины. Прошел месяц. Пребывание в Калифорнии приближалось к концу. Программа исследований требовала возвращения в Вашингтон, в округ Колумбия, где я должен был посетить Национальный музей естественной истории. National Museum of Natural History of United States of America. Там предполагалась обработка коллекции наездников НСРТИД. А также там я зарегистрировался в качестве участника 9-го Всемирного конгресса по защите растений. Так закончилось посещение Калифорнии Евгения Семеновича Суганяева и первая часть нашего рассказа о Калифорнии. California, USA. Вторую часть про посещение Вашингтона и Национального музея естественной истории в Вашингтоне будет рассчитана во второй части нашей встречи, во второй части нашего стрима на моем канале. Так что не забывайте заходить на мой канал о энтомологии, о насекомых, о природе и подписываться, ставить лайки, писать комментарии и заходить на страницу Patreon. Если вы еще не зашли на страницу Patreon, станете патронами, спонсорами нашего канала. А продолжение, вторая часть про Вашингтон, USA будет очень скоро. Спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч.